Меч Меча 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 Зажигалка Ее можно создать даже без верстака в своем инвентаре Потребуется лишь железный слиток и кремень При помощи зажигалки можно ненадолго подсвечивать темные коридоры Но это далеко не главная ее функция Попробуйте черкнуть ее возле дерева и пламя в мгновение ока охватит весь ствол А затем перекинется на листья Если поблизости растут другие деревья, они тоже через несколько секунд превратятся в угольки Одной зажигалки может хватить, чтобы сжечь целый лес Чтобы дом смотрелся уютнее, можно развесить по стенам картины Получаются они, если скомпоновать набор палочек и блок шерсти на верстаке Какую именно картину вы получите, угадать невозможно К тому же они разного размера Повесим одну над кроватью Еще одну над верстаком Она хорошо смотрится вместе с этим факелом Ну а последняя картина будет висеть в спальне для гостей на свежем воздухе Еще один полезный предмет, незаменимый в прогулках по шахтам Это табличка Ее можно создать из шести деревянных блоков и палочки Надпись на табличке вводит сам игрок Скажем, если вам попадется затопленный тоннель, можно оставить возле него предупреждение Если вы боитесь заблудиться в шахте и потерять дорогу домой Таблички, оставленные по ходу движения, помогут вам найти путь Оригинальное применение таких табличек Создание мебели Из двух деревянных ступенек и двух табличек получится вот такой диван А если ступенька будет всего одна, получится кресло Начинающим пиротехникам помимо зажигалки пригодится рецепт динамита Для его создания потребуется порох и песок Песок можно собрать на ближайшем пляже, а вот с порохом все не так просто Придется вооружиться луком и поохотиться на криперов Зеленых камикадзе, которые любят бесшумно подкрадываться к игроку Далее мы создаем каменную плиту из двух блоков камня А теперь роем яму на два блока вглубь Устанавливаем в самом низу блок динамита Накрываем его прослойкой из камня И сверху венчаем кнопкой-плитой Мина готова! В испытаниях согласилась принять участие эта овечка Которая беззаботно прогуливалась по лужайке Вот она наступает на кнопку Небольшая пауза Бабах! Вместе с кучей блоков подопытная овечка Проваливается в огромную воронку от взрыва На практике при помощи динамита можно быстро расширять шахты Если вам не жалко большей части испорченных блоков Если ваша шахта уже ушла глубоко под землю И пешком ходить по ней слишком долго Можно построить в ней метрополитен Сначала из железных слитков и палочки нужно создать рельсы А затем на том же верстаке построить вагонетку При создании она выглядит как лодка Только вместо деревянных блоков используются железные слитки Ставим вагонетку на рельсы и наш подземный транспорт готов Если совместить вагонетку с сундуком Можно перевозить в ней собранные под землей блоки Когда вагонетка станет не нужна Несколькими ударами рукой вы легко разберете ее на составляющие элементы На поверхности в свободное время можно заниматься фермерством И выращивать пшеницу Для этого нужно мотыгой обработать землю Собрать полученные семена и посадить их на грядки При этом грядка должна находиться в непосредственной близости от воды И на нее должно попадать достаточное количество света Если все сделано правильно, то через несколько дней Можно будет собирать урожай По своим грядкам можно перемещаться только в полуприседе Иначе вся пшеница будет растоптана А вот овцы и коровы так и норовят испортить урожай Поэтому лучше не подпускать их к дачному участку Из выращенной пшеницы можно сделать на верстаке хлеб Который при использовании восстанавливает несколько сердечек здоровья Процесс выращивания довольно сложный И охота за свинкой для лечения гораздо эффективнее Когда вам надоест поверхность и прогулки по шахтам В Майнкрафт найдется еще одно интересное местечко Это портал в так называемый Нижний мир Он же ад Для изготовления портала потребуется как минимум 10 блоков обсидана И достать их да еще проблема Обсидан самый крепкий блок в игре И он образуется только под землей при определенном смешении воды и лавы Добывается он как и красная пыль исключительно алмазной гиркой Если вы увидите потоки воды в непосредственной близости от лавы Вполне возможно на дне найдется ископаемый обсидан Когда нужное количество блоков окажется в вашем инвентаре Можно будет приступать к строительству портала Вот так выглядит его рамка Осталось поджечь портал зажигалкой И вход в Нижний мир готов По ту сторону обитают страшные существа И текут реки лавы Без полного набора доспехов и серьезного оружия Делать там нечего В подземных сокровищницах порой можно найти седло Схемы для создания пока не существует Так что вещь эта в некотором смысле уникальная Если вас удивляет наличие седла в мире, где нет лошадей Что ж, разработчик нашел ему неожиданное применение Оседлать в Майнкрафт можно... Свинку При этом свинка остается животным свободным И усевшись к ней на спину, управлять движением не выйдет Остается только сидеть и гадать, куда привезет хрюкающий скакун Еще одно животное, которое можно приручить, появилось в игре совсем недавно Речь идет о волках По умолчанию они нейтральны к игроку Путь к сердцу животного лежит через желудок И чтобы проложить дорожку, потребуется несколько костей, выпавших из злобных скелетов Число костей в каждом случае различно У волка на шее появился ошейник Значит, он только что одомашнился и превратился в собаку Теперь этот друг человека будет везде следовать за игроком и нападать на его врагов А еще он знает команду сидеть Теперь дом под надежной охраной А значит, коварные зомби и пауки больше не потревожат наш сон До встречи через месяц, когда мы снова вернемся в мир Майнкрафт И расскажем о других возможностях этой замечательной игры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok